В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, микрофон Яков Кротов. Этот выпуск в нашей программе будет посвящен вере и цивилизациям, или цивилизации. Это зависит от того, что скажет сегодняшний гость нашей программы, Роман Николаевич Лункин, сотрудник Института Европы, Российской Академии Наук, религиовед, кандидат в философских наук, как и все, по-моему, религиоведы. Потому что это безобразие, но религия проходит по ведомству философии. Это оскорбляет мои религиозные чувства. И очень оскорбляет мои философские чувства, даже еще больше. Но начать эту программу я бы хотел с небольшого видеосюжета, видеоинтервью. Дело в том, что если мы хотим поговорить о том, как вера влияет на планету Земля, на все человечество, на Россию, Америку, Японию, Китай и так далее, на культуру, то, наверное, все-таки неплохо бы вспомнить, что вера прежде всего влияет на верующего, она влияет на человека, который эту веру исповедует. И вот об этом небольшое видеоинтервью с поэтессой Дарьей Сиренко. В какую-то определенную очень трудную для меня минуту рядом оказались хорошие люди, которые оказались воцерковленными. То есть здесь были какие-то очень простые вещи, я думаю, для многих они общие. И уже на волне этого какого-то депрессивного состояния для меня религия стала... Сейчас я уже так это оцениваю, тогда я бы очень оскорбилась, если бы мне так сказали. Какое-то терапевтическое значение она имела. У меня был конфликт с моим духовником, который говорил мне, ну, а я занимаюсь поэзией, там, современной литературой. И у меня был очень сильный конфликт, типа, там, искусство, религия, которые вообще не должны быть в дихотомии, но навязывается это так, будто это дихотомия. Вот, и я, значит, пришла вот с этой проблемой, ну, много раз приходила, и мне много раз отвечали, что, как бы, мое женское дело, это, как бы, ну, что искусство, как бы, отдельно, да, а женщина отдельно. И я такая, хм, мне нужно либо как бы в монастырь, либо замуж. Я понимаю, что у меня, скорее всего, попался такой духовник, и есть самые разные крутые духовники. Но мне не повезло. У нас очень много современных художников, которые работают, там, с метафизикой, с христианским контекстом, и мы не можем от этого уйти, потому что мы социализированы внутри этой культуры. Но при этом сейчас, опять же, дихотомия такая, да, вот эта вот обостренная грубой морали, да, что морально, что аморально, и это часто тоже прикрывается вот этими вещами про то, что, значит, как бы, есть некая благая христианская капсула, да, а есть вот это вот искусство, которое вот в эту капсулу не может вписаться. И, значит, мы это запретим, да, от цензуры мы там придем на выставку, обольем мочой там фотографии, мы скажем, что это возмутительно. И очень многие искусствоведы, которые, и среди них очень много православных людей, они хватаются за голову, потому что здесь опять эта ложная дихотомия возникает между искусством и религией, да, их там противоречием. И это все приводит к какому-то выхолощиванию, к упрощению, к редукции, к невозможности анализировать, принимать решения. Вот это меня очень пугает. Это говорила Дарья Сиренко, поэтесса. Насколько я понимаю, опыт пребывания в православной церкви у многих людей такой травматический. Причем я знаю совсем кошмарные случаи, когда человек художник, художница, и вот он крестится и сжигает все полотна свои. И хорошо, если свои. Потому что мы знаем случаи, когда пытались уничтожить чужие произведения искусства. Но, пожалуй, все-таки смысл веры, как, мне кажется, для абсолютного большинства верующих, он как раз в том, чтобы раскрыть в человеке творческий потенциал и при этом освободить его от всего, что мешает творчеству, условно говоря, страсти. Но есть противоположные явления. Вот передо мною опрос. В Штатах есть такой замечательный, говоря нашим языком, научно-исследовательский институт фонд Пью, по имени, как я понимаю, основателя этого фонда, который регулярно проводит опросы о жизни, как говорится, в странах бывшего соцлагеря. И вот совсем свежий опрос. Презентация его была в вашем институте. И, например, опрос. Считаете ли вы, что Россия должна противостоять Западу? Опрос репрезентативный, там более тысячи человек. Методика обработана, проводится не первый год. И затем данные страны с православным большинством. Армения — 85% православных, 83% Россия — 85%, Сербия — 80%, Румыния — 52%, и вдруг Украина — 22% на последнем месте. К моему, надо сказать, большому изумлению. И вывод, что большинство стран с православным преимущественным населением считает, что Россия должна противостоять Западу. Вот прежде чем говорить о формулировке самого вопроса, потому что вопрос тоже ведь можно задать по-разному. Можно спросить, считаете ли вы, что Россия должна идти по западному пути? А спрашивает, должна ли противостоять? Ведь от формулировки многое зависит. Но скажите мне, Роман Николаевич, что такое для вас страна с преимущественно православным населением? И почему Украина попала в этот список, если по фонду Пью? Вот в Румынии 52%, это я понимаю, преимущественно православное население. А в Украине 22%, ее что, из милости приписали? Ну, прежде всего, надо сказать, что специалисты американского фонда Пью задают, прежде всего, вопросы, которые интересны им самим. И поэтому, например, вопрос по поводу западного пути для России, это вопрос, на который должны дать ответ мы сами. То есть сами россияне, мы граждане. А фонд Пью интересует, может быть, ситуативно, может быть, это вот некоторый политический такой заказ, в хорошем смысле этого слова. Великой риск получить в морду. Именно восприятие России, именно образ России. Потому что сейчас в информационном пространстве и политической дискуссии все-таки Россия играет большую роль. Поэтому интересно, как другие страны отвечают на вопрос, должна ли Россия защищать интересы православных, интересы русских в других странах мира. И пример Украины, который ответил, 22%, то есть абсолютное меньшинство ответило на вопрос утвердительно, показывает, что это в отличие от других православных государств. Это показывает, что Украина, в общем, сильно разочарована в России. И нам стоит как-то по-новому взглянуть на украинское общество, на вот то, что мы сделали с Украиной. Это уже совершенно другой вопрос. Я приношу свои извинения слушателям. Значит, я неправильно понял таблицу, потому что я понял так, что православного большинства в Украине нет. Все-таки Украина считается страной с православным большинством. Но все-таки это плюралистичная страна в отношении религии. Там массы православных на церкви, которые друг другу противостоят. И сейчас как раз в рамках принятия законопроектов, как бы киевский патриархат воюет с московским патриархатом. Да, при этом московский патриархат заявляет, что он совсем не московский, а вовсе даже и киевский. Это чудно. Но это политика. Мне бы хотелось сегодня прощупать какие-то базовые совершенно посылки. Например, что значит православный в контексте для фонда Пью? Как они определяют, что в России православное большинство? Как это определяют российские социологи? Какие вопросы они задают? Что является критичным для определения православного в социологическом опросе? Надо сказать, что в отличие от определения протестантов, евангельских верующих, сказать о том, кто православный, намного легче. Поскольку есть совершенно конкретные православные юрисдикции в каждой стране. И, как правило, в большинстве из стран, там, Румыния, Болгария, Греции, России, есть некая традиционная историческая церковь, юрисдикция, одна юрисдикция, которую можно приписать всех тех людей, которые назвали себя православным в ходе опроса. Другого критерия нет. И называешь себя православным, значит, ты в какой-то мере православный. И специалисты Пью применяют тот же самый критерий, как российские социологи. Не дурно, но под вопрос тогда. Отец Глеб Якунин называл себя православным и был православным священником. Правда, сперва Киевского патриархата, потом Апостольской православной церкви. Но постановлением московского патриархата он был даже лишен сана, даже право носить подрясник. То есть, при этом он исключался из числа православных. Значит, оказывается, что бывший секретарь порткома, который заходит в церковь раз в год, он православный. Отец Глеб Якунин, царство ему небесное, который каждый воскресенье служил литургию, проповедовал, миссионерство, он не православный. Но для социолога это безразлично. Ну, не совсем так. С одной стороны, безразлично все вот эти перипетии, там личные конфликты. Но при этом, если социолог там пришел бы в дом к священнику, которого отлучили от московского патриархата, то этот священник все равно сказал бы социологу, что он православный. И поэтому этот человек попал бы вот в эту выборку, которая характеризует именно массовое сознание, массовое восприятие православности в нашей стране. Потому что такой же опрос проводил политолог Дмитрий Форман, который уже умер, и в своей книге «Новые церкви старые верующие» он как раз отразил этот феномен про православного консенсуса. Когда православными называют себя вообще масса людей с разными взглядами, это во-первых. А во-вторых, сакральность православия, некую его такую чудесность для нашей страны поддерживают и атеисты, и агностики, и неверующие, и даже мусульмане. — Ну, Форман все-таки вместе с финским социологом... — С Кима Корянина, да. — Они все-таки книг — это середина 90-х. Я боюсь, что если бы... То есть я не боюсь, я знаю по данным социологов... — Это 2007 год. — Да, но опросы в основном шли в 90-е, если не ошибаюсь. — Ну, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х. — Все-таки за последние годы, ну, условно, скажем, за последние 7 лет отношение к православию изрядно поменялось. Во всяком случае, атеистов. Атеистическое движение возродилось. Я знаю, четыре атеистических организации, не связанных друг с другом. История с Исаакиевским собором, она двусмысленная, потому что те, кто протестует против передачи «Московской патриархии», говорят, что мы все равно православные. — А сколько было шуток, Роман Николаевич, по поводу того, что видители большинства православных России — католики. На вопрос об исхождении Святого Духа они отвечают по-католически, что и от сына. Так они все-таки православные или католики в таком случае? — Ну да, это проводился довольно интересный опрос православной службы среда по поводу восприятия филиоков в православной среде. И там, по-моему, какой-то довольно большой процент признавал филиоквы, либо даже не знал, что это такое, или как вообще нужно произносить символ веры. Но это вопрос уже религиозной практики. В рамках вот этого большого исследования общеевропейского ПИУ меня поразил один момент. Это то, что действительно, вы правы, что наши социологи, особенно глубоко эти исследования проводил Дмитрий Фурман в конце 90-х годов, в начале 2000-х. — И Кестон институт все-таки ваша института? — Ну, Кестонский институт больше занимался именно полевыми исследованиями, оформлен массовым сознанием. Так вот, оказалось, что по прошествии 10-15 лет восприятие православия и церкви как некого монолита в массовом сознании, в общем-то, не изменилось. Либо изменилось, но как-то незначительно. Вот и в этом социология как раз видит большую опасность, так как этот монолит остается наверху, как такой давящий камень. А изменения происходят на низовом уровне, который вот эти опросы массовые, они как раз, ну, не замечают. — Хорошо. — Это такая тема для обсуждения, потому что, на самом деле, очень сложно понять, почему так происходит. — Очередной ехидный вопрос из серии про Филиоково. Я, слушайте, напоминаю, Филиоково с гречи, с латыни — это «сын тоже». То есть это как раз в символ веры вставлены слова, были когда-то в Испании еще, что Дух Святой исходит от сына тоже. Но ведь вот сколько лет я веду программу, и столько лет периодически кто-нибудь начинает из участников отмечать, что по вот таким опросам 80% православные, и из них верующих в Бога, ну, хорошо, если 40. То есть в России, как я боюсь, и в Греции, и в Украине, может быть, даже, огромное количество людей, которые говорят «я православный, но я не верую в Бога». Тогда встает вообще вопрос, смысл? Это религиоведение или что? Религиоведение изучает людей религиозных все-таки. А если человек говорит «я не верую в Бога, но православный», то это значит не религия, а что это? — Но религиоведение изучает разные проявления религиозности. В данном случае можно говорить о некой такой мульти-православности, православной множественности. — Ну, какая же это православие? — Просложно придумать определение для этого. — Православие все-таки, это, конечно, народная темология, что православие правильно словить Бога. В реальности это ортодоксия, то есть точное учение Бога. Но все равно, если нет Бога, то это не православие. Бывает безалкогольная водка, безалкогольное пиво, но без пивного пива совсем не бывает. — Ну, бывает все-таки православие и религиозная принадлежность без веры. И такие феномены тоже есть. Это уже вопрос о том, насколько глубоко социологи изучают сознание людей, которые действительно ходят, посещают разные церкви или одну церковь, но при этом заявляют в вопросах, что они не принадлежат никакой деноминации, никакой конфликтности. — Но они все-таки верующие. А если человек не ходит в церковь, но говорит, что я верующий, но не верует в Бога, это кто? — Ну, это, наверное, какие-то воцерковленные агностики. У нас же есть православные коммунисты. Вот мы получаем массу таких гибридов. В социологии есть такие определения для массы людей, которые как-то самоопределяются по отношению к религии. То есть это вера без принадлежности, это просто принадлежность и поведение. И по некоторым опросам, которые проводились в Китае, и это, кстати, на нашей презентации, об этом хорошо рассказывали эксперты Пью, в Китае масса людей говорит о том, что они не относятся к никакой конфессии и вроде бы даже ничего особого не исповедуют. Но при этом они ведут себя на основании библейских заповедей и принципов. То есть поведение для них во главе угла. — Именно библейских или конфицианских? — Именно христианских. Люди ведут себя на основе христианских принципов, при этом не относя себя ни к какой церкви и не заявляя о том, что они верят в определенную конфессию. — Хотел бы я понять, чем христианские этические принципы отличаются от конфуцианских. Золотое правило этики — то же самое. Конфуции за послушание начальству и старшим, так и православные, в общем, не отличаются анархизмом, хотя есть некоторые. — Вот это смотря как прочитать апостола Павла, потому что как-то нечестивым властям можно и не подчиняться. — Если человек читает апостола Павла, я прошу прощения за шутку, он уже не православный, он уже протестант. Это хороший такой отличительный знак. Японцы, ведь для них органично ходить, скажем, в одно воскресенье в католическую церковь, венчаться пойти в православную, а ежегодные поминки в синтаистском храме — это эклектика? — Это эклектическое сознание современного человека. Просто в России складывается совершенно особое свое сочетание православной религиозности, которое основано на очень низком уровне знания о том, что такое религия, нужно ли и как нужно молиться, ходить по воскресеньям в церковь. То есть нет представления о церковной традиции и о церковной жизни, но при этом есть запрос на православность. Именно поэтому мы видим вот такие огромные очереди к мощам Николая Чудотворца. И это как раз движение началось где-то с 2012 года, когда в Москву привозили поезд Богородицы. Тогда ведь все отметили, что сотни тысяч людей идут, и это не обязательно те люди, которые являются активными прихожанами. — Ну, это как раз скорее не прихожане вообще. Прихожане — люди с более поднятым религиозным сознанием. Они идут в паломничество или к мощам не потому, что их привезли, а потому что есть внутренние потребности. Это разные вещи. Но если есть внутренние потребности, они на коленях доползут до Афона. И ничего. А можно тогда сотрудник Института Европы? Во Франции мы можем говорить о таком же имении? Например, во Франции, в Испании, в Англии. Можете сказать, что Франция — католическая страна? — Ну, в том числе, конечно, католическая страна. Просто сейчас в настоящий уровень не об одной стране мира нельзя сказать, что эта страна полностью отдана какой-то одной конфессии, какой-то одной традиции или одной церкви. Тотальной религиозности, может быть, кроме каких-то там африканских стран, сейчас нигде нет. Это то, что принесла с собой секлюаризация. И в этой ситуации церкви изменились и стали частью демократического общества. Во Франции также католическая церковь приспособилась и к французской светскости. И есть довольно сильные и католические движения общественные, и приходы. И беседуя с американскими социологами, я для себя обнаружил интересную вещь. Что, опять же, по их опросам и исследованиям, есть такое явление, которое сравнимо с нашим почитанием, массовым поклонением мощам. Это массовые паломничества, участие в паломничествах в европейских странах. И во Франции, и в Италии, и в Испании, и в Германии. Люди идут в паломничество, и довольно часто это люди, которые не являются прихожанами. То есть это не католики. Я только это и хотел сказать. Но они почему-то идут именно в христианское паломничество. А в какое им еще идти? Они живут, человек живет в Германии, скажем. Можно просто поехать в туристическую поездку. Человеку нужно паломничество. В Европе, если я не ошибаюсь, четыре основных таких центра. Самый старый это Сантьяго, Компостелло на северо-западе Испании. И Лурд, и Фатима, но и сейчас, наверное, Межугорье. То есть паломничество к местам явлений Богоматии. И самое древнее Сантьяго, это как бы мощь апостола Аква. Вы понимаете, ну вы же православный человек, вы понимаете, чем туризм отличается от паломничества? Хотя я так набегу, наверное, не соображу. Но массовое не означает большое. Все равно во Франции католики меньшинство. Но это значимое меньшинство. И в рамках гражданского общества совершенно не обязательно, чтобы движение, общественное движение или организация состояло из десятков миллионов людей. Или чтобы членами церкви было большинство именно населения и активными прихожанами. Достаточно того, что в каждом крупном городе, в каждом крупном поселке есть активная община, есть околоцерковное общественное движение. И тогда церковь становится гражданским институтом, без которого не обходится ничего. И как раз вот в России очень часто такими институтами гражданского общества становятся православные и протестантские общины. потому что они объединяют вокруг себя студентов, интеллигенцию, сразу начинается какая-то социальная работа и взаимодействие с властями, культурные проекты. И в этом смысле церкви очень много значат для общества. – Минуточку. Правильно ли я тогда понимаю, что в средние века, ну и в раннее новое время, когда вот князь Владимир крестил древнюю Украину, и она вся стала христианской. Как бы. Или вот Россия XVII века. Все православные. И при этом, при том, что уголовный кодекс, уложение Алексея Михайловича, начиналось с угрозы костра за хулу на Божью Матери и Господа Иисуса Христа и так далее, при этом церковь не пользовалась, не играла какой-то очень уж большой социальной роли, потому что религиозная жизнь ограничивалась схождением в храм, никаких там социальных сетей, мероприятий совместных, даже воскресных школ не было. А как раз, когда пришла свобода и демократия, парадоксальным обществом, парадоксальным образом роль церкви, значит, возрастает. И она оказывается более активным агентом социальной жизни, чем в золотой век русской святости. Ну, получается, что действительно, после вот этого процесса цикуляризации, особенно, который активно проходил послевоенное время, большинство церквей изменились. Но в католической церкови, вот самый яркий пример, изменения произошли радикально на Втором Ватиканском соборе, прежде всего по поводу отношения с государством и признания демократии прав человека. И, собственно, вот признание роли мирян. Это произошло тогда, но достаточно много времени потребовалось церкви для того, чтобы вот эта роль мирян, мирянские движения укоренилась и была окончательно признана. И Папа Франциск теперь продвигает новую евангелизацию, новую миссию на основе околоцерковных движений, прихода как некого открытого пространства. И таким образом действительно церкви заняли ведущую роль в социальном служении. Сейчас это значимая роль, например, в работе с эмигрантами, которые заполонили Европу. А раньше в древности об этом и не задумывались, поскольку вроде бы молитва и присутствие духовенства, оно было везде. И в России тоже, ведь все было с молитвой, все освещалось церковью. И поэтому церковь сама не задумывалась о том, что ей надо что-то делать. Ну и церковь была как бы, она освещала политическое пространство, с чем, собственно, и была неким политическим языком. С этим связан и раскол русский. Ну, прежде всего, я бы сказал, что с точки зрения современного христианина, это преобладание магии. Магии белой, так это иногда называли и епископы в средние века, и историки иногда называют белой магией. Ну, вот Триденский собор 16 века, предвестник Второго Ватиканского собора, который резко сократил культ предков. Ведь длинные готические соборы, они длинные, потому что там масса-масса алтарей, и на каждом алтаре служат каждый день за упокойную мессу по тому аристократу, который дал деньги на строительство. То есть каждый день там шепталось несколько десятков священников, которые больше ничего не делали. Это как-то трудно назвать социальной активностью. И вот приход свободы отодвигает этот магический аспект, я бы сказал, все-таки псевдорелигиозный, и уж точно не христианский. Но тогда, вы знаете, вот возвращаясь, вот поэтесса попала в церковь и ее опыт. Чистая, святая душа. А вот незакаленная. Человек впервые попал в церковь. Возьмем самую католическую, если по статистике, страну Западной Европы, и не только Европы, Польшу. Папа Франциск, как вы сказали, призвал каждый католический приход взять хотя бы одну эмигрантскую семью. Поскольку в мире миллиард двести тысяч католиков, из них, наверное, половина семейных, то, в общем, проблема беженцев была бы решена на голубом глазу. И стали принимать. Кроме Польши. Кроме Польши. Польша, невзирая на дотации из Евросоюза, за последние четыре года, как и за предыдущие, не приняла ни одного беженца вообще. И все уговоры Ватикана разбились вот о такой невидимый колпак. И польский епископат – часть этого колпака. И тогда вопрос, насколько действительно именно католичество определяет, что такое современная польская цивилизация. Не фикции ли разговоры о католичестве в этой ситуации? – Ну, я думаю, что католицизм, безусловно, определяет современную польскую цивилизацию, ее будущее развитие. И даже по нынешним опросам, которые показывают, скорее, падение числа католиков в Европе в целом, в Польше католики составляют абсолютное большинство. – Да, но количество упало на 20%. Со временем 90-го года появилась атеистическая фракция в парламенте. Это то, что никто не мог себя вообразить, кроме социологов, которые говорили, подождите, придет свобода, и в Польше будут атеисты. – Но я это воспринимаю, судя по этим опросам, как некий баланс секулярного и религиозного, в чрезвычайно, можно сказать, секуляризованном и равнодушном к вере массовом сознании европейского общества. И, на самом деле, есть, конечно, безусловно, проблемы с ростом религиозности, с восприятием церквей в обществе. Но то, что касается католической церкви в Польше, в Венгрии, безусловно, часть католической церкви, которую поддерживает Папа Франциско, резко критикует тех епископов, которые выступают против мигрантов. – Можно я скажу фашистующих? – Ну, их, скорее, мягко называют таким ксенофобствующими. – А, хорошо. – Можно так сказать. – Да, фашистствующими. – Нет, но если говорить о Венгрии, у которой все-таки, скажем прямо, очень дурное прошлые времена Второй мировой войны, в отличие от Польши, где католический, некоторая часть католического епископата оказалась все-таки реальна, с нацистами, то это же начинаешь бояться. – Ну, будем надеяться, что это не то наследие, это просто некие подозрения и вражда по отношению к нынешним иммигрантам. Но католическая церковь, и здесь в данном случае, проявила свой универсалистский характер. И, например, в Польше также все-таки отдельно приходы принимают мигрантов. Мой коллега из Люблинского на университете, он написал статью о иммигрантов Польши. И, оказывается, несмотря на такое сопротивление местного духовенства иногда, и самих прихожан тоже, то есть они возмущены вот этим призывом Папа Франциска, все равно в Польше нашлись и благотворительные организации, и приходы, которые принимают беженцев. Но в какой-то степени Польше в этом отношении повезло. Потому что, вот мой коллега описывает очень интересный случай, когда добрые католические священники принимали у себя иммигрантов, они накормят их, потому ложат спать, а с утра иммигранты бегут в Германию от такой заботы. То есть, собственно, Польша естественным путем лишается возможности проявить христианское милосердие. Ну, в Польше, тем не менее, около 80 тысяч беженцев-чеченцев, многих из них уже просто заворачивают на границе, и они не стремятся в Германию. Они даже стремятся в Россию. Есть целая программа, которая поддерживает Каритас, по репатриации русских. И все-таки давайте вот еще раз о культуре и религии тогда вернемся к базе. Потому что, если в стране, ну, как в Соединенных Штатах, например, они давно перестали быть преимущественно протестантской страной, из-за наплыва мигрантов из Латинской Америки уже можно говорить о том, ну, во-первых, просто, вот, Бартийские церкви перестали быть большинством, католическая церковь, которая до этого состояла в основном с потомков ирландцев, итальянцев и поляков, получив латиноамериканцев, уже приближается к 40%. Причем посещаемость там и церковность выше, чем у протестантов, потому что эмигранты ходят чаще, чем свой выросший. Как вы тогда себе представляете роль конфессиональных различий? Это что, как бы вот, как в механике, вот один шаркатится с такой-то силой, другой шаркатится с такой-то силой, они сталкиваются, эти силы разнонаправленные вектора, значит, и как в школе нас учили, мы рисуем среднюю, и вот по этой средней будет движение. То есть это как бы ежедневное, такая, или ежевоскресное, референдум, суммирование, вот католики, вот протестанты, вот, или вот православные, которые там тоже чуть-чуть есть. То есть, вот если мы скажем, американская цивилизация, это сумма векторов разнонаправленных религиозных групп и людей, или как? Каков механизм? Я пытаюсь понять, вот когда мы говорим, что Россия православная, тут суммируется православный и агностик, кто, вот, потому что для меня православное это довольно насыщенный слов, как и для вас, как и для верующего. Но когда говорят православная Россия, католическая Франция, вот большинство неверующих, она католическая. Какое перетягивание Каната определяет, почему не секулярная Франция, а католическая? Почему не перекрасившаяся коммунистическая Россия, а православная? Волк в овечьей шкуре – это овца? Ну, по сути, конечно, не овца, а волк. Я не говорю, что секуляристский мир – это волк, упаси бог. Но, да, во Франции много католиков, но когда посылают экспедицию в Мали, десантников, то поступают не по учению католической церкви. Сколько было заявлений пап последовательно против вторжения в Ирак, против посылки экспедиционных корпусов в Афганистан и так далее, Ватикан в течение последних 20 лет очень упрямо повторял, что это не соответствует концепции и критериям справедливых войн, не все средства исчерпаны, это первое условие, чтобы начинать войну, исчерпать все средства. Не помогло, значит, это все-таки не католическая страна, в строгом смысле слова, не католическая цивилизация, не христианская. Но это довольно опасный подход, поскольку даже в Средние века они всегда слушали пап римских, а даже очень часто нарушали все их предписания, и папы накладывали интердикт свой. Ну да, а ему по лицу пощечено. То есть некое проклятие на страну, на правителя, и в результате такого интердикта подданные могли не слушаться своего правителя. Потом папы, правда, отказались от такой строгой меры, поскольку она потеряла вообще всякий смысл, так как никто не собирался слушаться папу римского. Можно я вам цинически сделаю дополнение из истории церкви? Дело в том, что интердикты, во всяком случае, в XII веке накладывались действительно с регулярностью достойно лучшего применения. Но у интердикта есть еще одно свойство. При интердикте те налоги с различных бенефиций, имуществ, просто вот пенс святого Петра, которые должны были поступать в Ватикан, оказывались частью королевской казны. И они потом не возвращались. Так что для короля интердикт – это была милость Божия и очень существенный приварок в общем к небогатым королевским средствам. Поэтому Рим понял, что надо как-то по-другому делать, все равно не слушают. Да, тем более. Но здесь, понимаете, самое главное, что религия начинает играть большую роль в обществе, если она становится таким политическим языком, если она играет роль в политических дискуссиях. И на европейском пространстве вот таким триггером, провокатором таких дискуссий стала вот эта псевдо-исламская угроза. И, кроме того, миграционный кризис. Это резко обострило восприятие… Миграционный кризис имеется в виду нехватка мигрантов для восполнения обыли населения, рабочего села. А у кого как? Вот в Германии очень многие говорят о том, что нам их не хватает, и мы их будем принимать. Это необходимо для нашей экономики. В других странах, наоборот, это неприятие мигрантов, либо такое мягкое восприятие и стремление их даже ассимилировать в католических общинах, что прекрасно делает движение Святого Эгидия. У них есть целый проект в Италии, и по оформлению документов для мигрантов на территории Ливана. И, кроме того, по принятию мигрантов община Святого Эгидия устраивает для них курсы по итальянскому языку. И, кроме того, их не обращают в христианство, если это мусульмане, или из мусульманских семей. Но они, например, помогают в рамках социальных проектов, участвуют в футбольных турнирах, в какой-то такой активности, которая ведется около прихода. А на месте ты можешь участвовать, можешь не участвовать. То есть это околоцерковная работа, которую призывает Папа Франциск, которая смягчает миграционный кризис. И все-таки тогда еще раз вернемся к базовому вопросу. Вера и цивилизация. Потому что я понимаю, как цивилизация влияет на верующих. Многие верующие этим недовольны, другие довольны. Здесь, наверное, граница между либеральным и консервативным, реакционным христианством. Но я по-прежнему не очень понимаю механизм влияния веры на цивилизацию. Точнее так, глядя в совсем далекое прошлое, ну, например, в эпоху Спасителя, мы видим у римских классиков, типа Тациты, у греческих авторов, потом мы это находим у Блаженного Августина, идею, что благополучие государства зависит от пиетос, от набожности его членов, от того, насколько строго соблюдаются жертвоприношения и так далее. То, что в языческом Риме пиетос – это был культ предков, этика соответствующая, жертвоприношение, уже у Блаженного Августина и позднее, у христианских авторов пиетос – это христианское благочестие. Здесь на первом месте не предки, здесь на первом месте жизнь по заповедям. И Августин и его последователи доказывают превосходство христианства тем, что Римская империя выстояла. Для нас это время ее кризиса. Августин считал, что наоборот, мы же все-таки выстояли. И формально он был прав. А посмотрите, как живут язычники. Вот знаменитая книга Арнобия. Язычники у них неверный Бог, они плохо живут. У нас Бог Господь Иисус Христос и Троица. Мы живем хорошо. Ариане у них неверное исповедание, они плохо живут. Мы ортодоксы, мы хорошо живем. Когда в XVIII веке Монтеске обличает Россию, что это византийщина, тут логика правоверного, как ни странно, католика. Вот католическая церковь правильная. А византийцы в своем иконопочитании, деспотизме, они извратили христианство. И вот мы имеем в виду плохую жизнь в России. Это и в XIX веке продолжалось. Я подозреваю, что и ныне у многих западных европейцев в отношении к России эхо эпохи, когда Флетчер приезжал, и протестант иконоборец интуитивно думал, ну, смотрите, у них все в иконах. Понятно, что у них порожай плохой. А мы цивилизованные люди. Концепция Данилевского тогда, в XIX веке, или Чаодаева, она же эхо тогда вот этих представлений. Есть хорошие религии, и тогда страна живет хорошо. Есть плохая, страна живет плохо. Византия отравила Россию ядом, как писал Василий Васильевич Розанов. Это история или публицистика? Я бы сказал, что все-таки это публицистика. Я как-то скептически отношусь вот к таким концепциям, которые довольно популярны, о том, что протестанты, православные, католики, конфуцианство формируют свои цивилизации, в которых есть определенные экономические правила, этические правила, которые формируют людей. И от этого зависит процветание, полностью зависит процветание, богатство какого-либо народа. На самом деле, в жизни-то все сложнее. И как раз опыт Российской империи показывает, что далеко не все определялось именно православной верой, этикой, если вообще какая-то этика была. Ну, этот выпад нам отвергаем как неорганизованный, экстремистский. Доктор Гаазов, что же, не был, что ли? Юлия Нелазаревская, если вам нужно женщину и русскую. Вот. И была масса других традиций, и местных традиций, и национальных традиций. Но вы же сами только что говорили о преобладании. Традиция русского севера тоже православная, но больше такая поморская и некрепостническая. То есть связанная с идеей и духовной свободы, и свободы личной. Минуточку, можно притомозить? Это тоже православие. Чуть-чуть. Вот на слове вашего, что некрепостническая. То есть вот есть регион, единый по языку, во всяком случае, культуре, и по вероисповеданию. В этом регионе есть масса разных факторов. Географический, экономический, юридический, один закон, и так далее. Вот. И вдруг фактор, ну, что такое крепостничество? Это черносошные губернии. То есть там нету крепостного права. Вот. По морю, откуда Ломоносов. Значит, тогда оказывается, что религиозный фактор, общий для региона с крепостным населением и с населением свободным, религиозный фактор оказывается второстепенным? Религиозный фактор становится выразителем ценностей. Выразителем ценностей данного региона. Но это и есть второстепенный. То есть на первом месте крестьянина порют или не порют. А на втором месте порутый крестьянин, у него свое выражение в православии, а у непорутого другое православие немножко. Но при этом, понимаете, религия становится как бы проводником вот этих ценностей. Как бы некоторой такой рекой, которая их несет. И сказать, что это второстепенное, на мой взгляд, довольно сложно. И иногда вот эта река, которая несет все ценности, учитывает все географические обстоятельства и так далее, иногда она вспенивается, она становится бурной. Иногда она разливается. И тогда религия становится как бы частью политических конфликтов. Тем не менее, на самом деле, в декологии явно не хватает заповеди «Не будь порутым». Если бы она была, может быть, человечество жило бы счастливее. Нету заповеди «Не будь рабом» или «Не делай раба». Хотя и заповедь хорошо относится к рабу, к ней второзаконие. Но, если я верно понял, религиозный фактор становится критичным, ну, политическим в этой терминологии лишь время от времени. Это фактор религиозный или фактор веры? Ну, фактор веры, скорее, он связан именно с практической религиозностью или с какими-то религиозными чувствами, как, например, вот поклонение святым мощам. Это все-таки религиозное чувство, можно называть его магическим, можно не называть. И вообще... Это белые магии. И вообще религия – это всегда некоторое вот такое сочетание внешней магической религиозности, благочестия и сущностных, философских вещей. Нельзя говорить о том, что вот там протестанты, у них нет магии, а православие, католицизм этой магии масса всего. И все равно и люди, Армур Николаевич, Библия с золотым обрезом. Зачем, если ты не идолупоклонник, делать в Библии золотой обрез? Ну, это из чувства уважения. Из чувства уважения. Так и золотой оклад из точно того же чувства. Часто говорит. Из чувства прекрасного, если ты хороший оклад. И хороший переплет. Оклад хорошим не бывает по определению, к счастью. И все-таки, давайте возьмем для ясности, может быть, вот Англию, середина 17 века. Есть церковь как таковая, Пуритания, условно скажем, как тот же Кромвель, который в жестком противостоянии тогда с Римом, с римокатоличеством, как жутким таким демонизированным противником, пороховой заговор и так далее. И хотят поменять политический строй, что было совершенно справедливо. И можно сказать, что это религиозное. Но на практике, скажем, Вестфальский мир, 648 год, он был первым заключенным на Конгрессе, где не было вообще религии. То есть Ватикан не пригласили, епископат не участвовал. Собственно, часто поэтому этот год называют началом секуляризации. Потому что это вот такой четкий, яркий симптом того, что место религии изменилось. С моей точки зрения, грешного, какая тут религия? Кроме Велимонг, воевали бы за какие-то интересы джентрии, и дворянства, и буржуа начинающихся, даже если бы Англия была буддистской. В Японии в это время в общем синтоизм с буддизмом все равно воюют. Не потому что синтоизм, а потому что вот экономика на первом плане. А кто религии тогда в Англии середины 17 века? А религия – это квакеры, религия – это Джон Бенген, Пилгримс Прогресс, Путь Пилигрима. Но это как раз те люди, которые не воюют. Это люди вне политики в привычном смысле слова. То есть оказывается, что христианская цивилизация, то, что изучает Институт Европы, фонд Пью, социологи, это в общем псевдо-христианская цивилизация. А христиане, если называть их цивилизацией, но все-таки вот Евангелие Господь сказал, что вы дрожжи. Вот есть тесто, тесто – это цивилизация. А квакеры – они не цивилизации. Ну, собралось 20 человек и помолились молча. Ну, их сразу посадили за экстремизм. Они же о мире молятся, они в армии не служат. Так может быть, тогда так и говорить, что есть христианская цивилизация, это в Евангелии называется Царство Небесное, Царство Божие, Царство Христовое. А есть волк в овечьей шкуре, псевдо-христианская цивилизация. Иначе вы будете в заблуждении себя, как историка и социолога. Ну, я не совсем понимаю, что такое вот псевдо-христианская цивилизация. Это та цивилизация, которая называет себя христианской, но, по сути, таковой не является. То есть, вот это секулярное общество, которое просто провозглашает некую христианскую идею, доктрину, христианские горды Европы. Ну, оно провозглашает, как вы сами показали на примере Франции. Оно даже не провозглашает. Оно просто вот пока из большинства верующих, из верующих Франции большинство католики. Но при этом, ну, есть еще атеистическое большинство, которое просто не собирается по воскресеньям поклоняться летающему макаронному монстру, ну, и поэтому не очень осязаемо. Но осязаемо ксенофобное большинство, которое в Нотр-Дам-де-Пари не ходит, но страшно боится, что будет мечеть Парижской Богоматери. Вот, пусть лучше уж тогда католики. Это известное зло, это наше национальное зло. Мы в храм, в костел не пойдем в Иглис. Вот, но лучше католики, чем мусульмане. Ну, вот я как раз об этом и говорю, что часть людей, которые просто испуганы происходящим в Европе, они все-таки приходят в церковь. Они становятся участниками католически-православно-протестантских движений. Они идут в самые разные общины, поскольку во Франции есть не только католики, есть союз мусульманских общин, тоже довольно влиятельный, и с которым власти сотрудничают. Есть, значит, союз африканских, африканских церквей Франции. Африканских, в смысле, африканских местных религий? Это выходцы из Африки. Это протестанты-пятидесятники обычно, выходцы из Африки. И эти церкви тоже достаточно влиятельны. Они постоянно пишут в прессе, потому что они, как и у нас, очень шумно и эмоционально себя ведут. И тем самым нарушают вот такой секулярный порядок, к которому католики уже приспособились, а вот африканцы, арабы... То есть секулярное общество, верующий должен прикинуться ветошью и не отсвечивать? Секулярное общество хотело таким образом приватизировать религию, но не удалось. Но приватизировать, значит, прикинься ветошью. Да, но вот не удалось полностью все это убрать в частную жизнь, в том числе, ну, по двум причинам. Первая причина политическая, то, что люди хотят обсуждать вот эти религиозные вопросы открыто и открыто самовыражаться. То есть, например, молодое поколение духовенства и миряны в католической церкви и у нас, кстати, в русско-православной церкви, они тоже хотят как-то выразить себя. Они хотят участвовать во всех социальных и политических конфликтах. А второе — это то, что у людей всегда будет чувство магического. То чувство, что даже если они не ходят в церковь, они должны проявить свое благочестие. Они должны поставить свечку, поцеловать икону, опять же, воздать вот какой-то почет и уважение известному святому. И вот вы говорили про Европу и Америку. Безусловно, в Европе большее значение для будущего будет иметь именно трансформация исторических церквей. так как у них эти церкви и большой вклад внесли в культуру. Без них ни культуры, ни истории не может обойтись в этих странах. В католических, православных особенно. И, кроме того, действительно, большинство, или, по крайней мере, треть населения в европейских странах, они относят себя к данной исторической церкви. Чего нет в США? В США как раз много векторности. Там вот как раз нужно некую среднюю выводить из развития самых разных церквей. Вы упомянули латиноамериканцев. Действительно, я вот сам могу засвидетельствовать, что американцы очень активно ходят в католические храмы, но они же ходят и в протестантские церкви. Они взрывают вот эти как бы старые евангельские и баптистские общины. Спасибо. На этом я вынужден закончить эту программу и, надеюсь, еще продолжить. Я позволю себе все-таки так уж от сердца добавить, что слова религиозные, православные, католические, христианские, исламские, они тем меньше имеют значение, чем более связано с агрессией. То есть можно говорить о православной цивилизации настолько, насколько это цивилизация, насколько это сосуществование многих людей в городе, цивильное сосуществование. Но не может быть православной или католической армии, не может быть протестанты-убийцы, не может быть мусульманина, серийного насильника. Там, где агрессия, там исчезает религия, вера, человечность, и тогда уже просто все, по нулям. Мы возвращаемся в зоологию из антропологии. Не приведи, Господи, я думаю, что на пути, наоборот, к человечности религия будет все более из внешнего фактора превращаться в глубоко скрытый. Вы слушали Радио Свобода, программу «С христианской точки зрения». Нашим гостем был Роман Николаевич Лункин из Института Европы Академии наук, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин